Нарушение зрения Цвета, номера машин, черты лица, птиц на деревьях, форму облаков и потому подчас не совсем уверенно чувствуют себя в пространстве. Образ мира складывается другой. Врачи-офтальмологи не считают близорукость, дальнозоркость и астигматизм болезнями. Можно чувствовать себя вполне удобно, безопасно и не ограничивать себя в образе жизни или профессии. Нужно лишь правильно подобрать свой способ коррекции зрения. С помощью современных фемтолазерных методов, например, с этими нарушениями зрения можно справиться легко. Наивысшее достижение мировой офтальмологии – фемтосекундная лазерная коррекция зрения или фемтолысик – решает эти вопросы раз и навсегда. Попробуем посмотреть на лазерную коррекцию зрения с позиции пациента. Причин побудивших людей с нарушениями рефракции прийти в МНТК имени Федорова довольно много. Например, опасения за собственное зрение, проблемы с соответствием профессиональным компетенциям и чисто эстетические причины. Екатерине 19 лет. Она закончила медицинский колледж. Очки носит с 12 лет. Конечно, хочется, как все видите уже, хорошо, все, ну очки это такой, надеваешь, ну не всегда удобно на улице ходить, дождь, когда идет там, когда даже чай пьешь горячий, у тебя мутнеют стекла, ну неудобно. Елизавета с детства в красивом бизнесе и в 18 лет стала обладателем почетного титула «Мисс Калуга». Конкурсы красоты считает развлечением хобби. Мечтает о работе более спокойной, серьезной и стабильной. Считает, что очки внешности не портят, но напрягают. У меня было зрение минус 2,5. Совсем недавно я пришла к врачу, мне проверили зрение и у меня оказалось минус 3,75. То есть это не очень хороший результат, и я решила, что нужно с этим заканчивать и восстанавливая зрение. Ульяна работает с детьми и последние 7 лет носит контактные линзы. Признается, что надоели и решила обходиться без них. Линзы тратиться не надо, и сейчас очки очень, если там новые заказать, тоже около 10 тысяч стоите за стеклами с оправой. Ну, как бы, и как с утра, я не знаю, просыпаться, и на сонные глаза не надо линзы одевать. Это, ну, как бы, пока что еще, пока не попробовала, как говорится, не верится в это. Екатерине, секретарю руководителя, 32 года. Морально готовилась расстаться с очками в течение многих лет. Первая моя причина после рождения детей, мне стало неудобно, потому что все время наклоняться с детьми, гулять, и мне мешали они. То есть они то и падали, то дети постоянно по ним попадали, они тоже падали. Я боялась, что они все время разобьют их. А также вторая причина – это эстетика для красоты. Первым шагом на пути к прекрасному зрению является углубленная проверка зрения и всех параметров глаза. В МНТК имени Федорова диагностическую линию для рефракционных пациентов считают одной из самых инновационных – супердиагностикой мирового уровня. Перед лазерной коррекцией детально замеряются все необходимые параметры для будущего наилучшего результата. Собираются данные порядка 10 различных диагностических исследований. Одними из самых новых методик, в частности, является составление топографической карты роговицы глаза, смоделированной в 3D-формате. Строится прогностическая картина зрения в условиях недостаточной освещенности. Исследуется чувствительность роговицы на клеточном уровне. Данные объективных исследований обрабатываются и передаются на операционный микроскоп. Подобный комплексный подход с учетом многих, даже неярко выраженных параметров, и позволяет локально, с разной энергией, воздействовать на отдельные точки роговицы, создавая идеальную наружную оболочку глаза персонально каждому пациенту. В ходе лазерной коррекции за счет испарения микронных слоев ткани роговицы изменяется ее форма и, соответственно, оптическая сила, благодаря чему зрение может фокусироваться на объектах без помощи очков и контактных линз. Фемтолейсик на 100% лазерная операция. Для ее проведения используют фемтосекундные и эксимерные лазеры. Фемтосекундный лазер – это та технология, которая нам позволяет получать разрезы, вернее сказать, расслоение тканей на том уровне, на котором мы хотим получить, в том виде, в котором мы хотели бы его получить, и гарантированно, и дозированно, и безопасно. А для нашей хирургии, в которой мы работаем, каждые секунды, каждый микрон очень важны. Одна из самых последних разработок мировых лидеров в рефракции – установка, работающая по технологии топографически ориентированной лазерной коррекции зрения. Она позволяет добиваться наилучшего качества зрения в условиях ограниченной освещенности и максимально возможной остроты зрения, которая может позволить разрешающая способность сетчатки. Эта технология и позволяет настолько дозированно, согласно топографическим изменениям в той или иной зоне роговой оболочки, энергетически воздействует на эти локальные точки. Мы получаем идеальный результат. Применение фемтосекундного лазера позволяет улучшать зрение людям даже с очень тонкой роговицей, в том числе высокими степенями близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Врачи рекомендуют делать коррекцию зрения после 18 лет, когда глаз полностью сформируется, и человек определится, какого рода зрительная активность будет составлять основную часть его жизни. Вся операция длится около 10-15 минут. Пациент не чувствует боли, слышит спокойный голос доктора, и все, что ему требуется, это фиксировать взгляд на одной точке. Никаких уколов у нас нет. Закапываются просто обезболивающие капельки, и пациент во время всей операции чувствует лишь небольшое прикосновение. Единственный момент, когда может пациент чувствовать дискомфорт, это длится всего лишь 30 секунд. Это переносится очень спокойно пациентам. Опыт проведения операции лазерной коррекции зрения в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова огромный. Каждый год здесь выполняют 3000 операций по технологии FEMTA LASIK. За 20 лет существования технологии LASIK лазерные установки в Калужской операционной менялись уже 5 раз. Постоянное совершенствование оборудования – одна из идеологических составляющих клиники Федорова. Только такие серьезные офтальмологические центры и могут себе это позволить. В итоге лазеры становятся все более точными, щадящими и безопасными. Весь ход операции рассчитывается, планируется, выполняется и контролируется компьютерами, сводя к минимуму человеческий фактор в технике манипуляций. Для пациента это гарантирует абсолютную точность результата, оптимальную дозированность излучения, а значит, минимальное время оперативного вмешательства и безопасность для организма. Можно сказать, что результаты операции не зависят от выбора хирурга. Все очень автоматизировано максимально, и основную работу делают лазеры, высокоточные лазеры. Поэтому результат будет в любом случае хороший. Чаще всего мы видим счастливые глаза, мы слышим благодарность, мы слышим удивление, они с широко открытыми глазами смотрят на этот мир. Обычно, ой, я считаю иголочки там на елочке. Мы побывали в Святая Святых, Калужской лазерной операционной, и прошли вместе с пациентами весь путь избавления от очков. Вот заработал фемтосекундный лазер. 10 в минус 15 степени секунд. Именно с такой сверхвысокой скоростью импульса фемтолазер воздействует на глаз для формирования роговичного лоскута. Раньше этот этап операции выполнялся с помощью механического вмешательства. А теперь деликатно. Фемтосекундный лазер даже не разрезает, а расслаивает ткани на точно заданной глубине. Время воздействия фемтосекундного лазера всего 20 секунд. Еще несколько секунд работает эксимерный лазер. Хорошо видно, что энергия распределяется точечно и дозировано. Через несколько минут операция закончена. Хорошо. Вообще непередаваемо. Надо побыть, чтобы понять. Без очков у Екатерины началась новая жизнь. Она работает в офтальмологической клинике и помогает людям обретать отличное зрение. И на следующий день после операции красавицу Елизавету просто не узнать. Безусловно, это счастье. Счастье настолько все непривычно. Ты смотришь на мир совершенно другими глазами. Ты видишь каждую мелочь. Я хожу по дому, как будто первый раз открыла глаза. Рассматриваю все стены, паркет, смотрю в окно, вижу дальние дома, кто в чем одет, какого цвета кошка. Это очень классно. Да, я безумно счастлива. А вот с секретарем руководителя Екатериной мы побеседовали через год после операции, чтобы узнать отдаленные результаты лазерной коррекции. Совершенно по-другому себя начинаешь ощущать. То есть ты совершенно другой человек. В очках это один человек, а без очков это другой. То есть больше возможностей во всем. И в работе, и в спорте, и даже с детьми заниматься больше начинаешь. Потому что очки, они ограничивали. В Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова наработан огромный опыт как в восстановлении возможности отлично видеть, так и в обретении пациентами нового зрения и нового качества жизни. Высокая квалификация микрохирургов вкопе с самым современным оборудованием дают наилучший результат. Десять лет назад сама прошла этот путь. У меня была лазерная коррекция зрения в нашем филиале. И поэтому, когда решался вопрос вообще, куда пойти, для меня самой, я решила, что это будет офтальмологией. Работа очень приятная. Особенно мы любим момент выписки. Естественно, когда приходят пациенты довольные и благодарные. А вам нравится ваша работа? Обожаю. Работу обожаю, иду с удовольствием. И думаю, в этом наше счастье. В Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова наработан огромный опыт в лечении глазных заболеваний. Высокая квалификация микрохирургов вкупе с самым современным оборудованием дают наилучший результат. Избавьтесь от очков и контактных линз в МНТК имени Федорова на Чаплина-3. Звоните 30 54 30.